Теперь нам нужно создать навигационное меню. В этом меню у нас будут следующие пункты. О магазине, для мужчин, для женщин, аксессуары и доставка и оплата. А в свою очередь пункты для мужчин и для женщин будут подразделяться на одежду и обувь. А те в свою очередь на подпункты, например, одежда на подпункты майка, рубашка, джинсы, а обувь на кеды, кроссовки и туфли. В общем все как было с категориями. Причем в нашем меню только пункты о магазине и доставке и оплата будут переадресовывать на отдельные страницы. А остальные же пункты будут лишь ссылками на наши категории товаров. Итак, поехали. Для создания меню мы наводим курсор на вкладку внешний вид и выбираем меню. В открывшемся окне, вот эту область, вводим название меню, например, главное меню и кликаем по кнопке создать. Теперь для того, чтобы наше меню отображалось в качестве главного, необходимо поставить галочку вот в этом чекбоксе. Далее на левой панели открываем раскрывающийся список страницы. И отмечаем галочками те страницы, ссылки на которые мы хотим разместить в меню. Я выберу о магазине, а также доставка и оплата. А затем кликаю по кнопке добавить в меню. После чего данные ссылки отобразятся в нашем меню. Также здесь вы можете сделать так, чтобы ссылка, ведущая на страницу, например, о магазине, называлась «О нас». То есть мы можем изменить название ссылки, но при этом адрес, куда будет вести данная ссылка, останется неизменным. Для этого мы открываем нужный пункт меню, кликая по нему. И вот в этой области вводим название, после чего сохраняем изменения. Пожалуйста. Но давайте вернем теперь все обратно. Итак, теперь создадим первую ссылку на категории товаров. Это будет у нас пункт меню «Аксессуары». Итак, вам необходимо во второй вкладке браузера открыть вашу консоль и перейти в каталог категорий. Для этого вы наводите курсор на товары и выбираете категории. Итак, давайте создадим пункт меню «Аксессуары». Для этого в той вкладке, где открыты у нас категории, наводим курсор мыши на категорию «Аксессуары» и кликаем по ссылке «Перейти». В появившемся окне копируем ссылку на данную категорию из адресной строки браузера, а затем возвращаемся в первую вкладку, то есть ту, где у нас открыта панель с настройкой меню. Выбираем на левой панели раскрывающийся список произвольные ссылки. Теперь вот в эту область вставляем скопированную ссылку из адресной строки браузера, ведущую на категорию аксессуары, а вот сюда вводим название нашего пункта меню аксессуары, вот так. А затем кликаем по кнопке добавить в меню. В результате у нас в меню подгрузился новый пункт. Теперь давайте по этому же алгоритму создадим пункты ссылки для мужчин и для женщин. Пожалуйста, у нас все получилось. Далее давайте расположим наши пункты главного меню в правильном порядке, о магазине для мужчин, для женщин аксессуары, а затем доставка и оплата. Итак, нам нужно поменять все пункты меню местами, посредством простого перетаскивания. То есть вы наводите курсор на название пункта меню, зажимаете левой кнопкой мыши и просто перетаскиваете в нужное положение, после чего отпускаете левую кнопку мыши. Главное расположите пункты меню строго друг по другам, без смещения. Если вы сместите какой-то пункт вправо, то он будет являться дочерним по отношению к тому, под которым он сместился. И естественно на первом уровне пунктов меню отображаться не будет, а его появление мы можем лишь ожидать при наведении курсора мыши на родительский по отношению к нему элемент, то есть под которым он сместился. Итак, располагаем пункты четко друг по другам. Вот, пожалуйста, вот так. Теперь мы переходим для создания подпунктов для пунктов меню для мужчин и для женщин. Давайте начнем с пункта для мужчин. Этот пункт будет подразделяться на два подпункта, соответственно мужская одежда и мужская обувь. Итак, давайте создадим два этих пункта. Алгоритм создания подпунктов такой же, как и у главных пунктов, и вы с ним уже знакомы. Вот, пожалуйста. Теперь нам нужно сделать из этих двух пунктов мужская одежда и мужская обувь дочерние элементы по отношению к пункту для мужчин. Для этого нам просто нужно их разместить сразу после пункта для мужчин. При этом немного сместив право на один уровень, прям под пунктом для мужчин. Вот так. Теперь эти два пункта будут появляться при наведении курсора мыши на пункт для мужчин. Да, и соответственно у этих подпунктов появилось пояснение, что это дочерние элементы. Теперь давайте то же самое сделаем для пункта для женщин. Пожалуйста, у вас должно тоже все получиться. После этого давайте для подпункта мужская одежда создадим три подпункта второго уровня. Мужские майки, мужские рубашки, мужские джинсы. Создаем их по известному вам уже алгоритму. Вот так. А теперь нам нужно созданные нами три подпункта поместить под подпункт мужская одежда. При этом сместив их еще немного правее под категории мужская одежда. То есть мы создадим иерархию подпунктов второго уровня. В общем должно получиться вот так. Теперь давайте то же самое сделаем для подменю мужская обувь, женская одежда и женская обувь. Далее для сохранения изменений кликаем по соответствующей кнопке. На этом создание меню мы завершили. Сейчас давайте перейдем на сайт и посмотрим как все работает. Давайте перейдем в пункт мужская обувь. Для этого наводим курсор на пункт для мужчин, а затем как вы видите у нас далее появляются подпункты. В общем все работает. Мы выбираем мужская обувь. Как вы видите выглядит прям скажем не очень. Итак давайте немного доработаем отображение категории наших товаров. Во-первых смотрите. Существует два варианта отображения категории и под категории товаров. Мы либо на страницах под категории и категории товаров отображаем сразу все товары, которые относятся к этой категории и всем ее под категориям вперемешку. Либо мы упорядочиваем. То есть на странице категории отображаются все под категории, которые к ней относятся с указанием названий этих под категорий и количество товаров в них. Мне лично кажется, что второй вариант лучше. Он собственно сейчас представлен на экране. Только нам нужно для более красивого отображения задать для категории и подкатегории изображение их аватарок. Но давайте еще ко всему этому поменяем название категории. Например, вместо одежда M или кеды M мы введем мужская одежда или мужские кеды. Это нужно все для более красивого отображения информации на странице. Итак, для того, чтобы настроить категории, мы переходим обратно в консоль редактирования, а затем переходим в категории. Давайте сначала подправим категорию, например, мужская одежда. Для этого наводим на нее курсор мыши и выбираем «Изменить». Итак, в открывшейся панели меняем информацию в области названия, то есть вводим «Мужская одежда». В поле ярлык ни в коем случае ничего не меняем, а не то собьете все ссылки и придется заново привязывать категории в меню и в карточках товаров. После этого мы загружаем аватарку для нашей подкатегории, для этого кликаем вот по этой кнопке. После того, как изображение подгрузилось, мы сохраняем все изменения. А затем давайте перейдем на сайт для проверки результатов. Выбираем пункт для мужчин. Пожалуйста, посмотрите, как выглядит классно категория, которую мы чуть подредактировали. Теперь давайте подредактируем также все другие категории. Итак, у меня все готово. Посмотрите, так намного лучше. Как я говорил, вы можете отображать вместо презентации категории «Товар в перемешку». Для этого вам необходимо перейти в режим «Настроить», а затем во вкладку «Вокоммерс», где выбираем под вкладку «Каталог товаров». В появившейся панели из вот этого раскрывающегося списка вам нужно выбрать опцию «Показывать товары». Кстати, для того, чтобы на главной странице магазина также показывать презентацию категорий, я выберу из вот этого раскрывающегося списка «Показывать категории». Вот так. Затем сохраняем изменения и выходим из панели. Если вы выбрали отображать не под категории, а товары, то у вас вместо презентации под категории будут выводиться сразу товары. Я же оставил настройках презентацию категорий и под категории, потому что считаю это более правильным отображением. Выглядит все очень круто. А давайте-ка перейдем в общий каталог и посмотрим, как все там выглядит. Посмотрите, а выглядит это все очень стильно, качественно и главное современно. Теперь нам нужно перейти к настройке главной страницы. Об этом и поговорим на следующем уроке. Продолжение следует...